ВОДНОМОТОРНОГО СПОРТА ВОДНОМОТОРНОГО СПОРТА ВОДНОМОТОРНИКАХ ШАЛЫГИНЫХ ШИМДЯПИНЫХ Восемь лет на чемпионате России в классе для самых маленьких ему удалось занять почетное третье место. А в июле на первенстве Европы и мира Никита представлял Омск в область в составе российской сборной. В итоге команда России завоевала Кубок мира и Кубок Европы, оставив позади себя сборные Германии и Чехии. А в личном зачете Никите не было равных в скоростном маневрировании. Секрет успеха юного спортсмена знает главный помощник и наставник его мама. Мы в этом году много тренировались, выезжали на старты, чтобы у него была репетиция, так скажем, перед первенством России. Мы выезжали в Красноярск на Кубок Красноярского края, потом было само первенство России, соответственно. Местные соревнования проводили, много тренировок. Он шести лет начал заниматься, ну и плюс ко всему он третьих поколений в одномоторниках Шалыгина и Шиндяпинах. Вот в этом, наверное, основной секрет. Как рассказал сам спортсмен, победа далась нелегко. Свои коррективы вносила и погода. Пилотам приходилось справляться с большой волной и шквалистым ветром. Я оценил себя средне, потому что я занял на Европе первое и третье место в общем, а на мире я проехал не очень, потому что были плохие погодные условия. Следующие крупные соревнования с участием юных амичей пройдут в городе Сочи с 14 по 20 сентября. Во всероссийских пляжных играх примут участие более полторы тысячи спортсменов со всей России. Пожелаем нашим юным спортсменам успехов и новых побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова